Смотри, реально, ничего... Я тебе говорил, папу, слушай. Да ты все бабки проиграешь. Хороший убил. Перезаряжайся на букву R, английский. Йоу, друзья, меня зовут Алекс, и вы просто сумасшедшие. Мой батя в прошлом ролике сказал, если будет 15 тысяч лайков, то я в тот же день делаю с ним новый ролик. И вы за один день набрали 30 тысяч лайков. Я просто в шоке, на самом деле. И вот сейчас смотрите на реакцию моего бати. Итак, друзья, сейчас я покажу папе, сколько лайков под прошлым роликом, а то он мне вообще не верит. Ну как ты думаешь, сколько лайков набралось под прошлым роликом с тобой? Там, где ты говорил, что если будет 15 тысяч лайков, то я с тобой снимаю новое видео. Три, может быть, четыре тысячи. Чего ты так себя недооцениваешь? Ну это разве кому-то было интересно смотреть? Короче, друзья, он еще ничего не знает. Сорок две тысячи лайков. Да ладно. Смотри, вот твой ролик, видишь, с тобой. Да не может быть. Смотри, вот. Это явно что-то здесь. Во, видишь ты? Ну да. Вот, друзья, показываем прошлый ролик. Сорок две тысячи лайков, прикинь. Супер. И давай так, давай сразу решим в начале ролика, когда ты придешь ко мне в следующий раз, потому что реально подписчики просто все ждут. Да, твои подписчики не дадут мне отдохнуть. Ну, давайте тысяч двадцать пять лайков и будем продолжать. Вот я уверен, что они 25 тысяч лайков точно соберут. И я тебе просто отвечаю. Они сделают это за 24 часа. Посмотрим. Ты хочешь сейчас поспорить с моими подписчиками? Что они не смогут собрать 25 тысяч лайков за день? Ну, я не уверен. А я вот в них реально уверен. Так что, давай, спорим. И давай, ты ко мне приходишь в следующий раз, когда будет 25 тысяч лайков за этим роликом. Хорошо, договорились. Все, погнали. Как я и обещал, мы сегодня снимаем с ним новый ролик. И он будет первый раз в жизни играть именно в CSGO. Не угадывать скины, а сам будет именно играть с ботами. Там, посмотрим еще. Будет их убивать, пытаться пользоваться оружием. В общем-то, будет интересно, ведь он никогда в жизни не играл в CSGO. Так что, ребята, реально смотрите до конца этот ролик. Будет даже немножко смешно. И, кстати, друзья, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Реально, мои подписчики. Ведь YouTube жаско лагает, и некоторым людям просто не приходят уведомления. А если вы поставите колокольчик, то будет все нормально. И если вы еще не мой подписчик, то обязательно подпишитесь. Ведь самая лучшая CS-рада, но это уже сделали. И мы все ждем реально одного тебя, парень. Итак, друзья. Я уже со своим папой в CSGO. Точнее, мы тут сидим уже, будем записывать для вас новый ролик. И поздоровайся. Привет всем. И, друзья, сегодня мой папа будет играть впервые в жизни в CSGO сам. То есть я буду ему подсказать, что за оружие, как там, что с ними делать, как стрелять. И он будет играть сегодня против ботов. А уже в следующем ролике, если вы соберете лайки, то он будет играть в настоящий матчмейкинг. И это будет реально просто трэш. И давай, смотри, вот CSGO, видишь? И ты еще, ты уже помнишь, что тут есть скины, правильно? Ну, конечно. Но ты еще не играл вообще никогда в небо. Первый раз. А в стрелялки ты до этого играл хоть раз в жизни? Именно просто в игры стрелялки? Не довелось. Не, не играл, да? Ну, окей. Ты же вообще понимаешь саму тематику этой игры, что тут 5 на 5. 5 террористов и 5 контртеррористов. И в общем 16 раундов получается, да? До 16 раундов. И то есть террористы ставят бомбу, а контртеррористы пытаются бомбу разминировать. И таким образом друг друга убивают. Правильно? Ты понимаешь, что это вообще? Что такое контрстрайк? Теперь мне становится понятнее немного. Итак, давай. Давайте немножко пройдемся по менюшке. Что ты тут видишь? Наверное, здесь можно начать играть. Ну, почти. Это новый режим в CSGO. И мы в него играть сегодня не будем, потому что это против других игроков. И ты будешь играть, возможно, в запретную зону. Ребята, пишите в комментариях, где папе в следующем ролике поиграть. То есть в каком режиме. В запретной зоне, в матчмейкинг. И пишите свои челленджи, реально. В комментариях. Мы сегодня все прочитаем. Все посмотрим. И докажи, мы прочитали очень много комментариев под прошлым роликом тоже. Да, очень много комментариев. Читали, читали. И даже времени не хватало, чтобы все прочесть. Ну, спасибо. Было приятно. Итак, дальше. Что ты видишь? Ты видишь внизу магазин, правильно? Это магазин? А, да. Вот магазин, ключи и торговая площадка. Окей. Ну, там, короче, ничего не покупаешь. Там за реальные деньги. Так что не надо. Я там еще купишь случайно. Итак, давай, видишь, слева всякие вкладочки есть. Давай с нижней самой начнем, да. Настройки? Да, ну, заходим в стройки. Тут, в принципе, все понятно. Тут расширение экрана, звук. Ну, в принципе, все стандартно, правильно? Тут даже ничего стрелить нечего. Дальше. Новая вкладка, видишь? Смотреть игры и турниры. Нажимай. Это, короче, игры онлайн. То есть, все игры, которые проходят онлайн, там, киберспортивные команды, все профессионалы. Именно тут показывается в этой игре. Вот сейчас, как видишь, играет... Кто тут играет? Ну, непонятно, кто играет, короче, в общем. А вон в мае кто играл. Видишь, это прямые трансляции турниров. Ясно. Видишь, там вверху написано прямой эфир? Да. Вот так вот. Теперь следующая вкладочка. Она тебе уже знакома. Инвентарь. Да, инвентарь. Угу, да, да. Это все эти скины, которые ты выгадывал в прошлом ролике. Так я могу продать твои скины, пока ты будешь научив их? Ну, ты, конечно, можешь рискнуть и продать их, но я тебе не советую это делать, конечно. Ясно, не волнуйся, я пошутил. Короче, вот он начитался комментариев, и там мне подписчики писали, что «А если твой папа продаст скины все твои, что ты будешь делать?» И вот это, наверное, меня троллит постоянно просто теперь, что он продаст все мои скины. Так, давай дальше. Итак, давай сегодня мы с тобой поиграем против ботов, но сначала тебе нужно вообще посмотреть механику игры, правильно? Как вообще в CSGO, какие оружия существуют, как, что делать? Там, ты же вообще знаешь, что в CSGO есть гранаты вообще даже? Еще не знал, но давай попробуем. Давай попробуем. Так, нажимай сверху, видишь, кнопочка типа «Play»? Да, нажимай. «Играть в CSGO», видишь? Нажимай. Ну, давай, короче, что выберем. Видишь, вверху написано «Официальный подбор игр». Тебе не сюда, потому что это игра с людьми настоящими. Давай пока там с ботами, или же знаешь, как еще лучше сделать? Нажимай. Да, сюда, сюда нажимай. «Карты из мастерской», видишь? Да, конечно. Нажимай. И теперь нажимай на эту карту только, что он увелся. Да, вот это. Нажимай. И нажимай «Играть». Как видите, друзья, он вообще никогда в жизни не видел CSGO, и ему бы как сложновато, мне так кажется, да? Ну, да. Без тебя бы я бы запутался. Сложно уже как-то играть в CSGO. Но ничего страшного, сейчас посмотрим на его скилл, друзья. Немножко, как говорится, посмеемся. Да ладно, я шучу, не будем смеяться. Итак, загружается карта, как ты видишь. Покупать оружие на английскую букву «Б». На клавиатуре. Да, вот. Правильно. Опа. И теперь ты можешь выбрать любое оружие. Какое хочешь. Видишь, пистолеты, тяжелое оружие, ПП, винтовка, снаряжение и гранаты. Посоветую выбрать винтовки. Винтовки. Это для начала, да. А че не пистолет? Ладно, можно выбрать пистолет, в принципе, окей. Давай пистолет. Ты можешь купить и пистолет, и винтовку какую-то. Так, давай пистолет. Давай. Как любой? Ну, видишь их цены. Чем дороже, тем лучше. А где у меня деньги? А деньги вот у тебя написаны. Ого. Да, прикинь, 48 тысяч. Ну, это, короче, карта, это пока просто обучение ты проходишь у меня. А, то есть я не потрачу. Да, это бесконечные деньги. О, так я вот это самый дорого. Да, бери. Так, все, теперь заходи в винтовки. Советую просто посмотреть в винтовки. Угу. Видишь, тут самое популярное оружие есть, как АК-47, видишь? Где? Ну, вон, АК-47, вот. Ага, да. Выбирай. Видишь, у меня скин есть на этом АК-47? А тут есть вот за 5 тысяч получше. Оно похуже. Угу. Видишь, скин есть? Да. Для этого скинуть КСГ нужно, выбирай его. Нажимай. Да. Ну, вот сюда нажимай, где ты держишь мышки. Угу. Все, и теперь нажимай Escape. Да. Все. Теперь ты купил оружие, видишь? Крутяк. И видишь, скин есть на нем? Да, да. И нажми английскую букву F. Вот, вот она. Я сам. Ха, ладно. Видишь, что можно сделать? Посмотреть? Да, свой скин. Классно? Да, супер. А теперь выбери пистолет. Покрути скрол мышки. Это ты выбрал нож. А вот пистолет. Ты можешь тоже нажать F. Такой, да. Козырный. Подходят к пречатке, да? Пречатки тоже необычные. Купленные. Ну все, давай уже. Давай уже постреляем. Ой, а что? Вот туда. Да уж. Ой. Давай, давай, иди вперед. Игруя. Все, видишь, появляются враги. Да, угу. Теперь выбирай. А че их так много? Они в тебя не стреляют. Это обучение. Выбирай пистолет. Или винтовку, как хочешь. Скролл мышки. Ага. Оп. Видишь прицел? Ага. Наводись на человека. Ну. И стреляй. Правый, левый, как мыши. Так че они бегают? Потому что это же CSGO. О. А я ж попал в него. Ну, а ты его ранил, но не убил. Так. Так че они... Смотри, как надо. Смотри, просто на секунду. Короче, смотри, как надо. Смотри. Берешь и так просто их убиваешь. Можешь зажимать. А как он стреляет вот без перерыва? Ну смотри, берешь и зажимаешь. Смотри. Кого? Видишь? Он стреляет. На него есть специальный, видишь? Он просто ни в одну точку не стреляет. Он, смотри. Видишь? Нет. А если... А можно контролировать спрей? Смотри. Берешь. Делаешь так. Контрол. Я приседаю, допустим, да? Ага. И мышку так вниз тянут, сдри. Немножко. Видишь? Оно летит больше в одну точку. И так и получается, жри. Видишь, что убивает таким образом людей. На. Держи. Я немного показал, как надо. Сейчас. Да, бери. Ты можешь управлять? Присел. Не, присел на контру. На контру. На. Убил, красава. Получай. Ты можешь третий пуль в голову, понял? Двор может попадать по пульке. Готов. Дыхай. Красава, все. Попробуй в голову пострелять. А этот наш? Нет, это все не твои. Ага. Попробуй по пульке пострелять. То есть, да, да, по пульке. А, допрыгался. А-а-а-а. И целься в голову. О, хорош, хатшот убил. Видишь, вверху пишет, что кого-то убил. Опа. На. Красава. А. Попробуй пострелять пистолетом. Так не получится, так не получится. Почему? Смотри, потому что в этом режиме у тебя бесконечно патронов, понял? А вообще они заканчиваются. Мне кажется, я уже устал. Да? Попробуй с пистолета пострелять. Ой, жарко как-то стало. Ну да, CSGO это плотная игра. Ну. Смотри, у тебя еще с пистолета есть отдача. Понимаешь? И что? И у тебя пули летят не в ту точку, в которую ты стреляешь. Вот попробуй, повернись. На 360. Да в ту дали все летят. Смотри. Оп. Что-то я вроде столько положил, и они бегают и бегают. Но они возрождаются. Это тренировка. Бессмертная. Все, красава. Попробуй пострелять в других оружий. Смотри. Покупай, находи в винтовке. Так. АВП. Это очень популярное оружие. АВП ниже, ниже. Да. Есть. Escape. Смотри, скин красивый. Ух ты, какой. И теперь нажми на правую кнопку мыши. Правую. Правая. Это там, где? Там. Угу. И еще раз можешь сжать. Двойной зум, видишь? Ну, один удали. Раз, раз. Все, видишь? Какое тебе оружие больше нравится? Ну, и это тоже интересно. Ну, блин, ну почти попал. Ну, почти нервничает так сильно. Ты долго целишься просто? Так они же бегают. О, нормально. Не потому, как он целился. Зачем ты меня выдал? Так подписчики все равно сфил видят? А они что, видят, что я куда-то взял? Конечно. А ты же думал, ты просто так снимаешь? Я шифрам записываю. Ну, стоять. Да, что у тебя. Ладно, все. Ты только тренировался немножко? Да, я уже умею, можно сказать. Пойдем поиграем против ботов. Именно настоящую катку сыграем. Погнали? Давай. И так как вам сильно понравилась реакция моего папы, когда он открывает кейсы, вы это реально очень часто писали в комментариях. То сегодня я решил поиграть реально с его нервами и открыть самые дорогие кейсы. А потом мы с ним пойдем уже играть против ботов и там будет происходить просто трэш. Сегодня опять пооткрываем кейсы? Ну да. Подписчики же просили в комментариях сделать больше кейсов. И так как в CSGO ничего вообще в последнее время не дропается, и смысла открывать их просто нет в CSGO эти кейсы, то я решил положить немножко больше денег на форсдроп. Ты уже знаешь этот сайт, правильно? Да, это было интересно, я с удовольствием поиграю. Окей, мы сегодня откроем очень дорогие кейсы, очень самые дорогие на этом сайте. Супер. Но есть шанс, что мы проиграем. Ну, может твои проиграем. Я буду сам сегодня выбирать кейсы, а ты будешь их открывать, окей? Да, давай. Смотри, открываем случайная тайна. И знаешь, сколько мы открываем? Один. Десять. Стратим пять тысяч рублей. Ну, ты рисковый сегодня. Знаешь, сколько это гривен? 2100 гривен. Ну, терпимо. Переживем. Окей, а если мы окупимся, это будет классно. Нажимай кнопку. Получить десять за пять тысяч рублей. Друзья, пять тысяч рублей за каунта ушло. Все. Ну, ну. Давай, пожалуйста, просто, что ты годная. Ну, пока все говно полностью. Смотрим цену. Попускай вниз. Да, все говно. Мы получили 3500 из пяти. Ну, вообще ушли. Это было мне самому дать возможность. Да. Нажимай продать. Ну, ничего страшного. Окей. Да, окей. И давай откроем десять этих кейсов снова. Давай откроем десять этих кейсов. Давай. Вот это опять. Давай, давай, нажимай. Десять кейсов. Ты уверен? Да, я уверен. Пять тысяч рублей с аккаунта. Опять? Давай, пап. Нажимаем пять тысяч рублей. А вдруг мы опять проиграем? Мы не проиграем. Давай. Ну, ладно. Не всегда, что тебе везет везти будет, правильно? Ты можешь проиграть в любом случае. Это самый дорогой с кейсов. Мы просрали. Три восемьсот. Опять залегла. Снова проиграли. Ну, ничего страшного. Давай. Смотри. Реально. Ничего страшного. Я не договорил папу слушай. Ничего страшного. Смотри, дай. Просто, понимаешь, везет не с первого раза. Да ты все бабки проиграешь. Не, не проиграешь. Смотри. Нажимаем еще раз. Смотри. Нам должно повезти. Я тебя просто отвечаю. С третьего раза. Ну, наконец-то. Сколько? Восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей. Потратили сколько? Пять тысяч. Мы окупились? Ну, в этот раз да. Все, видишь? И у нас на балансе 15 тысяч рублей. Все. Понимаешь, как это делается? Вот так вот. Просто. Мы проезжали бы просто эти скины. Но, как ты видишь, все легко и просто. А теперь давай не будем так сильно рисковать. Потому что, вижу, ты переволновался сильно. Давай откроем, какие вот ты хочешь теперь. Ну, немного. Вот любые давай. Чисто проверим вот такие. Если он никогда не открывал. Вроде бы. И... Да, это же прикольно такая атмосфера, да? А ну-ка, стопэ. Возможно, мы окупились. Нет, мы не окупились. Ну, видишь? Везет не всегда. Да, продаем, конечно. 258 рублей. Да, и нажимай открыть. Получи точнее. Два кейса. Тундучки деду нравятся. Крыть сразу два. Знаешь, что в обычной КСГУ два сразу взятки. А вот на этом сайте можно. Опа. Стопэ! Учись. Учись. Красавчик. Ты покрасава. Ты видел? С 258 сколько ты получил сейчас? 2566 рублей. Понятное дело, что мы продаем их. Давай. Ты вообще понял, для чего нужны эти контракты обмена? Ну, конечно, я понял. В КСГУ они абсолютно такие же. Только здесь на сайте ты можешь положить там 3 скина и сделать контракт обмена. Или там 4, 5, не важно. А в КСГУ ты должен положить только 10 скинов. Минимум 10. Понял? Ну, если меньше, нельзя. На этом сайте можно. Это здорово. Да, это здорово. Где будет ссылка? Ну, в описании. И все. И теперь мы идем с ним играть против ботов в КСГУ. Он вообще никогда не играл в КСГУ именно против ботов, против обычных игроков на обычной карте ДАС-2. Смотрите, что получилось. И, кстати, он карту ДАС-2 тоже никогда в жизни не видел. Итак, друзья. Мой папа потренировался, немножко уже научился. Скажи, что тебе все-таки научился? Да, мне кажется, я уже неплохо справляюсь. Да. И теперь я вам предложил поиграть с ботами. Потому что я пока боюсь его отправлять в настоящий матчмейкинг. Это будет в следующем ролике. Если вы, конечно, собираете лайки. Это и так понятно уже. Так что я тебе предлагаю зайти снова играть в КСГУ. Ну, я уже знаю, где это. Теперь, вверху. Видишь, я выбрал игра тренировка с ботами уже. Да, конечно. То есть это будет тренировка с ботами. Это почти то же самое, что и настоящая игра. Только не настоящие люди, а вот боты. Окей? Без проблем. Выбирай карту. Нашка самая популярная карта в КСГУ. Нет. Тебе это ничего не говорит, все карты? Вообще. Первый раз вижу. Даст 2. Видишь? Да. Давай, выбираю даст 2. И погнали. И, видишь, начали. Поехали? Да. Видишь, загрузка пошла. Это я буду бегать по этим коридорам? Да. Оружие у меня уже куплено? Нет, у тебя денег не будет. Нужно их будет заработать. Так. Выбирай. Давай, я буду террористом. Давай, выбирай террорист. Опять. Все, начался играть без разминки сразу. И у тебя есть только 1000 долларов. Ты можешь брать букву B и купить оружие. Куда они все разбежались? Ты можешь купить только пистолет. У тебя хватит денег только на пистолет. Вот это? Да. Угу. Выбирай любой. А какой пистолет? Лучше или без разницы? Без разницы. Тебе без разницы, поверь. У тебя время осталось 24 секунды купить оружие. А, пожалуйста. Все, эскейп. И беги. Видишь карта? Уйди. Как? Вот так? Да, но это вперед. И... А куда же мне бежать? Видишь карта? Вижу. Сверху слева. Беги. С чуваком. Видишь, у чувака бомба. Вон, ворак, ворак. Он же аж этот стал. Так обойди его. Так... Ого. Вон, справа стреляет. Справа? Да, ты же слева вернулся. Беги, 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 беги вниз. Аккуратно, сейчас будет враг, быстро. Бот, враг. Убивай. Хорош, ты убил. Перезаряжайся на букву R. Английского, вот тут. Чего? R, перезаряжаться. Вот, перезаряжайся. И враг, враг. На, 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 на. Хорош, хорош, хорош. Еще враг. Тебя убили. Да ничего страшного. В принципе, это первый раунд всего лишь. Он почти не влияет. Все сложно играть? Ну, да. Так, как, куда? Что дальше-то? Теперь... Нет, это не ты. Это твой враг. Теперь ты ждешь, пока... Нажимаешь пробел. Ты можешь, видишь, переключаться. Это твой враг. А вот твой союзник. Обведен таким, как будто... Желтым, видишь? Где? Все, вы проиграли. Вы проиграли первый раунд. Все, твой союзника убили. Ну, ты и так дал два убийства, прикинь? Да. Я неплохо. Наверное. Так, друзья, почему-то игра залагала. И я дал папе фору и сделал игру заново. Давай, ты сам поможешь, попасть оружие. Как там? Б. Пистолет. Можешь другой выбрать. Отлично. Escape. Еще раз. Все, иди. Куда? Ну, видишь на карте, где красные? Это твои враги. Вон они, да, они примерно там. Вон враг, я вижу его. Вон. Вон. Случайно. Какая-то штука. Вон еще враг. Они уже все лежат. Это твои союзники, пап. Тебя стреляют. Тебя стреляют даже. Кто? Да враг стреляет. Тебя стреляет. Тебя стреляет. Тебя стреляет. Тебя стреляет вперед. Господи. Вот враг, враг. Сейчас, сейчас. На. Хорош. Только ты, зачем ты отпускаешь? Кого я не пью? Ну, там где бежать. Понимаешь? Осталось два твоих врага. Перезарядись лучше. На R. Как? На R. На английское. Да, все. Теперь беги. Туда? Да, да. И враги будут справа. Наверное. Нет, справа их нет. Значит, слева. Значит, слева тоже врагов нет. Значит, все. У тебя бомба. Ты можешь идти на планет А или планет Б. Давайте поведу на планет А. Планет А это бежать туда. Но враги могут... Нет, не туда, поверху. Обратно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. У меня же нелегко повернуть. Что-то ты поворачиваешься, как старый дед какой-то. Так, заходи в плент. Куда? Ну, в плент. Там мне бомбу ставь. Сюда, иди. Видишь? Заходи вот сюда. Вот, за этот кротик. Вот, за этот кротик. Видишь? Ставь бомбу. Вбери бомбу в руки. Через скролл. Скролл еще раз. Вот. И теперь на букву Е. О! Слева враг, слева враг. Слева? Мы тебя убили. Знаешь, у тебя еще реакция просто не такая быстрая. Как я увидел врага, а ты не увидел? Ну, не видно его было. Все, он подкрался тихо. Ну, вот так вот, видишь? Это CS GO. Все, проиграли, что ли? Это? Понятное дело, что проиграли. Не выиграли? Да, но сколько у меня там жизни? Да, у тебя бесконечная жизнь. Ты тренируешься сегодня просто. Смотри. Теперь ты играешь за спецназ. Ты просто сейчас пробуешь играть. Чтобы немножко научиться в эту игру играть, понимаешь? И теперь ты играешь за спецназ. Ты можешь идти. Это пистолетик классный. Видишь, у нас скин даже на нем есть. Уже игра началась. А что у меня розовый, кстати? Не было для мужиков, нормально. Ну, это такой скин. Или ты можешь купить другое, если хочешь. За свои деньги. Да ладно, розовый можно тоже. Ну, понятное дело. Ты постоянно забываешь, как ходить, и постоянно смотришь на эти четыре клавиши. Я бы, конечно, знал, как ты на них смотришь с телефона, чтобы показать на этим подписчикам. Давай я тебе вот последний раз перезапускаю, и ты вот сейчас выигрываешь этот раунд. Если не выигрываешь, то потом будешь тренироваться. А потом в следующем ролике играешь в матчмейкинг уже сам. Окей? Все, я тебя снова запустил. Давай, ты уже знаешь, что делать. Иди лучше за своими тиммейтами. Иди. Вот, иди туда. Иди, куда идет твой друг, туда иди и ты. Понял? Вот так бы и сказал сразу, бежать за кем. Но, будь начеку бы, потому что резко из-за любого угла может выскочить. А я за ним. Ой. Никого. Тогда знаешь, куда иди? Он присел. Да он не знает, что он присел. Вот. Вот, враг, враг. На, 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 на. Все, спрячь, еще один раз. Спрячь, он сейчас тебя убьет. Как спрячь? Ну, потому что, вот почему ты руку не держишь, на его, на клавишах руки вообще не держит. Так спрятался. Да, все, теперь иди, иди, посмотри, есть враги или нет. Так выгляни ты хоть. А что это красненькое? Это бомба их. Контролируй ее, чтобы ее не забрали. А вон кто-то бежит. Это твой тиммейт, это твой тиммейт. Вот, сейчас стреляй, сейчас убьют. Все, ты убил его, красавчик. Два килла уже сделал. Остался последний твой враг. И он тут, он тут, он тут, он тут стоит. За стенкой тут. Вот, за этой стенкой, да. Иди вперед и направо. Вон, выбежи. На, 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 на. Давай, давай, давай. Хорош. Все, ты выгнал этот раунд, красава. Это его первый раунд в жизни. Супер. Ну и последний, наверное, на сегодня. Все? Все, в следующий раз ты играешь против настоящих людей. Согласен? Да, без проблем. Все. Итак, друзья. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Мы очень сильно старались. Изо всех сил. Как, насколько это было вахтанно. Потому что он вообще просто ноль в CSGO. Я надеюсь, вам ролик понравился. И вы немножко даже улыбнулись. И, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Потому что это очень важно. Ну и, конечно же, ставьте лайки, чтобы быстрее вышел новый ролик. Ну а меня зовут Алекс. Сегодня был со мной Папа. Всем удачи. И скорых встреч, друзья. Спасибо за внимание. Ну мы это вырежем. Мы вырежем, так вырежем.